Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Давненько в мои руки не попадал недорогой телефон с модулем NFC и с разными фишками. Например, здесь даже есть разблокировка лица. И компанию ZTE можно понять. Конкуренция огромная и выделяться нужно. И давайте же посмотрим, с этим телефоном я походил несколько дней, насколько он хорош за свои деньги. Начнем с внешнего вида. Телефон пластиковый, точнее это разновидность пластика, как я понимаю поликарбонат, потому что в руке лично мне нравится. Я вспоминаю, до сих пор уже не раз во взорах говорил, у меня был планшет Nexo 7 2013 года пластиковый и насколько же он был хорош. Вот здесь те же самые ощущения. Ощущения хорошие. То есть корпус полностью пластиковый, телефон разумеется не разборный. С левой стороны слот совмещенный, либо две сим-карты, либо карту памяти. Сверху разъем для наушников. Сразу скажу, звучит обычно, сносно. Так как здесь Qualcomm Snapdragon 435, чудес ждать не стоит, но звучит нормально. Сверху также дополнительный микрофон, кнопка включения и качельки громкости. Все на своих местах. Снизу один динамик, на своем месте привычном для современных телефонов, он здесь. И разъем micro USB. Больше ничего нет, кроме сканера отпечатка пальцев. Он работает медленно. Но медленно по сравнению с чем, опять же, если мы сравниваем с телефонами вдвое-втрое дороже, то медленно. Если сравниваем с одноклассниками, то разница может быть небольшой. Но проходит где-то секунды-полторы для разблокировки. А вот лицом, кстати, забегая вперед, скажу, разблокирует достаточно быстро, где-то за секунду. То есть, можете разблокировать либо так, либо так, либо паролем, либо ключом. Вариантов очень много. И сдвоенная камера. Несмотря на невысокую цену этого телефона, камеры действительно две, доступен эффект боке. И, забегая вперед, также скажу, что камеры неплохие. О них чуть подробнее сейчас поговорим. И, конечно же, есть вспышка. Телефон с дисплеем 5,45 дюймов, что по нынешним меркам не так и много. Рамочки по бокам еще не очень большие. Сверху, снизу, возможно, стоило сделать бы чуть меньше. Но все равно ощущение от телефона после огромных лопат, 6 дюймов и даже уже выше. Дисплей, разумеется, 18 на 9 вытянут. Но давайте о нем тогда и поговорим, раз с нынешним видом я закончил. Еще отмечу, что есть индикатор уведомления о пропущенных вызовах. Итак, дисплей. 5,45 дюйма, разрешение HD+, то есть 1440 на 720. Матрица, разумеется, IPS. Есть в этой текущей прошивке небольшая недоработка. Автояркость работает очень агрессивно. И мне казалось, пока я не залез в настройки, не проверил, я всегда так делаю. Пока я не отключил автояркость, я думал, что дисплей здесь тусклова. Что, может быть, и можно было простить, учитывая, что устройство недорогое. Но нет. Отключаем автояркость и дисплей во всей красе. Запас даже такой хороший. На солнце читаем их хорошо. Высокий запас яркости. И по картинке, ну что тут сказать? Тут под 300 пикселей на дюйм. Придираться не буду. Для такой диагонали относительно небольшой. Для недорогого телефона все очень хорошо. Единственное, учитывайте, что здесь нет настройки цветовой температуры, потому что здесь стоит практически чистый Android с небольшими настройками от производителя. Но их действительно немного. И о нем сейчас и поговорим. Об оболочке. Но сначала поговорим о процессоре. Qualcomm Snapdragon 435 набирает 60 тысяч в Antutu. Конечно, это не игровой телефон, вы должны это знать. Но я сомневаюсь, что кто-то купит его, чтобы играть в PUBG Mobile, например, тяжелые игры на максимальных настройках. Но я не поленился, скачал PUBG Mobile, запустил. И на минимальных настройках, даже не баланс, на минимальных играть, конечно же, не очень комфортно. Бегать, конечно, можно, но, ребят, ну, не игровой. Тяжелые игры на 435 смартфоне ни на одном телефоне нормально не пойдут. Это нужно понимать. Если бы сюда поставили какой-то более мощный процессор, то он бы утратил статус самого недорогого телефона с модулем NFC. По производительности, еще что сказать. Работает, опять же, относительно не быстро, но придираться я не буду. Процессор здесь 8 ядер, пусть, но 1.4 тактовая частота. Ну и нельзя назвать телефон тормозом. В принципе, менюшечки все листается, как и на более дорогих телефонах. И не сказать, что приложение сильно медленно открывается, но после телефонов, скажем так, вдвое дороже, разница небольшая будет. Но, опять же, возвращаемся к тому, что сюда производитель отсыпал много фишек. Об NFC-модуле я не знаю, что сказать. Он есть, он, разумеется, работает. Вот он, модуль NFC. Включили, внесли карточку, данные свои и пользуетесь. Все. Больше, мне кажется, на рынке просто за такую цену телефона с модулем NFC нет. Что касается самой оболочки, здесь чисто Android 8.1. Обновления должны быть, я на это надеюсь. В принципе, ничего особенного нет. Все, как и в другом чистом Android. Максимум это двойное нажатие на кнопку питания запускает камеру. Все. Кнопки поменять местами нельзя, кнопки они на экране и нечего больше сказать. Из особенностей отмечу, что здесь есть FM-радиоприемник и нажатие на ярлык. Неважно, здесь либо вы находитесь на рабочем столе, либо в меню приложений. Нажатие на ярлык, попадаете в быстрый доступ. Это тоже может быть удобно. Сверху шторка стандартная, настраивается. Ну, обычный телефон. Никаких больше нюансов я здесь не нашел. Поговорим тогда о камерах. А вот камеры не столь плохи, как я ожидал. Ну, не то, что ожидал столь плохи, но я думал, модуль NFC, разблокировка лицом, там все так, батарейка более-менее. Ну, о ней сейчас тоже поговорим. Думал, что на камерах сэкономят, но нет. Чудес, конечно, ребят, ждать не стоит. Но снимки получаются неплохие, учитывая стоимость этого устройства. Камеры 3, 13 плюс 2 мегапикселя, это основные камеры и 8 мегапикселей фронтальные, что также неплохо для такого класса устройства. Снимки, ну, говорю, что для своего класса очень неплохо, но чудо ждать не стоит. Есть широкоугольное селфи доступно и, наверное, все, большие особенности каких-то в камере я не нашел. Качество видео пишут в Full HD, но ничем не удивило. Обычное для своего класса, ни плюс, ни минус. Но вообще снимков добиться можно хороших, что вот это меня удивило. Но, опять же, есть нюансы. Смотрите примеры фотографий, их для вас много сделал, ссылка будет под этим видео. Но, в целом, очень даже неплохо. Емкость батареи в этом телефоне 3200 мА. Это не так и много, и не мало. Некий такой, скажем так, стандарт практически для дорогих телефонов. Честно говоря, и для более дорогих иногда тоже. То есть, по видео 620 крутит в реальном использовании. Если вы просто звоните, иногда заходите в интернет, фотографируете, слушаете музыку, на день вам его хватит совершенно точно. Но, опять же, как будете пользоваться? Все люди разные. Чудес каких-то по автономности нет, но и полного провала я не заметил. Здесь стоит моя сим-карта. Телефон у меня уже несколько дней. Я спокойненько с ним походил и потестировал. Больше всего жор батареи, когда вы играете. Поставил PUBG Mobile, и вот одну карточку проведете, и батареечка уже будет подсаживаться ощутимо. Опять же, но это особенность, я думаю, 435 процессора. Но, еще раз скажу, для игр никто не будет брать этот телефон. А если и будет, но, как сказать, готовьтесь на минимальных настройках играть. Это ребята Qualcomm Snapdragon 435. Очень креативно подошла компания ZTE к названиям. Например, вот этот называется Синий Космос. Там 4 цвета продаются. И продается, кстати, телефон. Внимательно, будьте внимательны. Ценник он не очень низкий. Цены, я ссылку на цены оставлю под этим видео. Цена действительно очень небольшая, даже для старта продаж. Телефон, который я тестирую, называется Синий Космос. Там есть еще мятный цвет и другие. Все в четырех цветах и достаточно креативно. Мне нравится, когда компания подходит творчески к созданию телефонов. Так вот, мои впечатления о данном телефоне. Самое интересное, конечно же, для очень многих, из-за чего и смотрите наверняка этот обзор, посмотреть о телефоне с модулем NFC за очень небольшие деньги. Конечно, это однозначный плюс. Мне лично понравилось качество телефона изготовления. Точнее, даже не само качество. Они сейчас все хорошо делают. Разумеется, телефон идеально. Все с ним, как и любой другой. Именно поликарбонат. Его приятно держать в руке. Это приятный пластик. Фишечки. Я знаю, что очень многие компании, даже втрое дороже этого телефона, они не ставят разблокировку по лицу в целях маркетинга. ZTE же поставили. Если вам это важно, то разблокирует он действительно быстро. Но занимает, может быть, секунду-полторы. Это быстрее, чем сканер напечатка пальцев, который здесь установлен. Модуль NFC, разблокировка по лицу. Чистый Android фактически, который должен долго обновляться. Неплохой экран, ну, для своей цены. Для своей цены очень даже неплохие камеры. Как таковых, если даже попродираться, батарея средняя, я не подробно рассказал, не могу и сказать, что мне здесь не нравится, что хотелось бы исправить. Единственное, помелочи, конечно, кнопка вот эта назад слева, она мне неудобна. Это делает так как раз на чистых Android. Да и все, наверное. На этом у меня все. Оригиналы фотографий и оригиналы видеозапси. Смотрите по ссылке под этим видео. Там же смотрите на цены. Выпускается телефон либо 2 гигабайта оперативной, и 16 встроенной, либо 32 встроенной и 3 гигабайта оперативки. Навсегда можно вместо второй симки карту памяти поставить. Цены смотрите на обе версии под этим видео. Если не подписаны, то подписывайтесь на канал. Всегда много интересного. Счастливо!